С мая по октябрь 2019 года мы были в путешествии, которое прошло через Германию, Францию, Словению, Грецию, Турцию, Грузию и Краснодарский край. Вот так много стран мы впервые посетили. Я очень благодарна отзывам других людей в интернете, которые помогли сделать это путешествие таким прекрасным и запоминающимся. И теперь я хочу рассказать о некоторых моментах нашего путешествия и надеюсь, что я смогу быть кому-то полезным. Октябрь 2019 года, с 4 по 25 октября с небольшими перерывами мы находились в Пятигорске. Пятигорск великолепный курортный город, славящийся своими серными, а также радоновыми ваннами. Со вторыми мы и приехали. Пятигорск неспешный курорт и цветник, так называется городской парк, олицетворяет это. Наверное, без цветника и не было бы фирменного Пятигорска. Цветник – его визитная карточка. Место, где находится цветник, раньше было болото. Гражданам надоело смотреть на это безобразие, они решили осушить болото и высадить здесь цветы, что и было сделано. Каждый год цветник становился все краше и краше. Тут проводят концерты, играют музыкой. Рядом с цветником находится гора Горячая. Почему горячая? Понятно всем. В ней бьют горячие источники. На гору взбираются все отдыхающие. Благо туда забраться очень несложно. С горы открываются отличные виды на Пятигорск. Есть там пара достопримечательностей. Например, рядом находится грот, где, как написано, за две недели до гибели Лермонтов давал бал. Но грот построен в честь покорения Эльбруса и носит название Грот Дианы. С другой стороны горы, или со стороны улицы Теплосерной, вот такие интересные названия в Пятигорске носят улицы, горячие источники выходят наружу и образуют такие дикие ванны. Здесь их еще и называют народными. Точно такие же народные ванны есть еще и по дороге в провал. Там они больше и более благоустроены, если так можно выразиться. Рядышком есть парковка, оттуда немножко пешком пройти. Гора Машук. До вершины можно добраться тремя путями. На подъемнике, самый быстрый и легкий способ. Пешком, самый долгий и для выносливых. И на машине. Мы выбрали третий вариант. Выбирая этот путь, учтите, что там очень мало места для стоянки. Конечно, виды открываются здесь замечательно. На тот же Эльбрус и на прилегающие горы. Чтобы вам было понятно, есть очень хороший указатель. Вот вид на монастырь и гору Мохнатую, вот и бештау, и козьи скалы. Популярно фото с орлом, терзающим змею, символ Кавказа. Здесь находится импровизированный телевизионный центр Севкаф ТВ. Здесь, на Пятигорском телевидении, работает самый эмоциональный в России ведущий, Жорик Вартанов. Готов? Да, готов. Детская рубашка очень классная. Нормальная, да, Вартеночка? Две секунды. Можно стать ведущим. Совершенно бесплатно вещать на весь Кавказ. Конечно, масса стрелок с указанием расстояния до городов. Домик Лермонтова – памятник отечественной культуры. Он является основной частью Государственного музея-заповедника Лермонтова. В 1912 году в нем был открыт первый в России мемориальный литературный Лермонтовский музей. Этот домик Лермонтов и его родственник Столыпин сняли на летний сезон 1841 года у хозяина усадьбы Чилаева. Здесь прошли последние два месяца жизни поэта. В домике четыре комнаты. Первая комната делится перегородками на прихожую, бюфетную, приемную. Комната Столыпина. Ее обстановка восстановлена по воспоминаниям хозяина. Походная солдатская кровать, стол, стулья, обитые ситцем. Комната Лермонтова. Лермонтов занимал маленькую комнату окном в сад. Ее обстановка летом 1841 года была такой же простой, как и в комнате Столыпина. Сейчас в ней находится стол и кресло личной вещи Лермонтова из петербургской квартиры поэта. Побывали мы на месте гибели Лермонтова. Большой памятник, много туристов, проникающейся атмосферой. Провал. Одна из достопримечательностей Пятигорска. Сейчас не обязательно любоваться озером сверху со смотровой площадки. В свое время было принято и реализовано решение прорубить тоннель к озеру. И теперь можно без труда подойти и любоваться озером через тоннель. При этом ощущение провала исчезает. И создается впечатление, что это такое обычное озерцо, созданное природой в Броте. Граждане! Приобретайте билеты на вход в провал! Вход 10 копеек! Детям 5 копеек! Продолжение следует...